Анастасия выросла без родителей. 9-10 класса провела в детском доме. Сейчас ей 21. Уже больше трех лет она пытается получить положенное ей жилье от государства. Есть даже решение суда 2015 года. Но пока девушку только гоняют по семи кругам обещаний, а ее номер в очереди постоянно скачет. Статус молодой матери-одиночки шансов не прибавляет. Папа от нас ушел. Сейчас мы снимаем квартиру, я работаю. У меня с этим очень большие проблемы. Мне надо, чтобы кто-то сидел с ребенком, потому что мне надо на работу выходить. Ну и получается администрация мне сказала, что на снеговой паде строится дом, то, что уже поставлены сваи и все остальное. И то, что скорее всего мой год туда попадает. В зависимости от того, сколько квартир там будет поставлено. Пока во Владивостоке сдан только один дом для сирот на Калинина 295. Его строительство велось еще с 2011. Первые заселения прошли в феврале прошлого года. Свои ключи от квартир получили 85 человек. Активисты Общероссийского народного фронта воспринимают такое событие, как пыль в глаза. И относят Приморье в число проблемных регионов по возведению социального жилья. Вопросы вызывают цифры. На 2016 год в департаменте градостроительства Приморского края было заложено более 300 миллионов рублей на строительство домов для детей-сирот. Исполнение составило только 7%. Логичное недоумение. Где деньги? То есть финансирование в край поступает, а бюджет недоосваивают. Активисты народного фронта предполагают, что, во-первых, нет должного контроля за расходами со стороны градостроительного департамента. А во-вторых, виноватыми могут быть и подрядные организации. Проблем с предоставлением строительных материалов не возникает, однако сами работы почему-то не ведутся. Я, как руководитель рабочей группы «Общество и власть», мы со своей стороны посмотрим, почему власть, вот как вы говорите, где деньги, как они распределены, кто их осваивал и какие причины повлияли на то, что ситуация в этом плане не улучшилась, а ухудшилась. Ситуацию называют критической. Она затронула абсолютно все регионы. Об этом свидетельствуют результаты проверки Генпрокуратуры и Счетной палаты Российской Федерации. По стране порядка 22 тысяч неисполненных судебных решений о предоставлении жилья. Сирот – еще больше. Только в Приморье в очереди на квартиру стоят около 5 тысяч детей, оставшихся без родителей. Всего в крае для детей-сирот требуется как минимум 132 45-квартирных жилых дома. Особенно это актуально для тех городов, где есть рабочие места. Билась я очень долго, но для меня казалось это мучительно, потому что я не отходила ни от компьютера, все сайты интернетов, все это было для меня. Я впервые училась на юридическом факультете. Это мне еще очень сильно помогло, потому что мне преподаватели давали какой-то толчок, куда обращаться, куда писать. Три года ожидания обернулись удачей. У Натальи и ее ребенка теперь есть их законная квартира. Девушка обращалась и в Федеральную службу судебных приставов, и в прокуратуру. Писала различным политическим партиям и даже выходила на прямую линию с президентом. Не зря. В борьбе за свои права она вышла победителем. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.